АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что морально я очень сильный и стальной даже порой человек, потому что я требовательна, я очень дисциплинированна. Если я сказала, я всегда держу свое слово. Жанна – руководитель департамента по работе с персоналом в телекоммуникационной компании. Любит кататься на лыжах и в одиночестве отдыхать на небитаемых островах. Мечтает о доме с баней. Если мужчина поступает таким образом, что он сказал или не сделал, я просто прекращаю его уважать. Жанна никогда не заинтересует грубияну, которого нет планов на будущее и недостаточно средств в кошельке. А высокий интеллигент с добрыми глазами, ухоженными руками, стабильной работой и детьми от предыдущего брака сможет пленить ее сердце навсегда. Здравствуйте. Добрый вечер. Девица-красавица. Ой, какая красота. Конечно, можно. Спасибо вам. Спасибо огромное. Это колокольчики? Это Эустома. Ой, сумничала, да? Ты думаешь, что она красивая? Да, я так думаю. Согласен, очень. Прям хочется, как в фильме «Любовь и голове». Ну что, а как хвост прижала в Америке, сразу к нам прибежала на программу, да? Да. Как оказалась там в Америке, дорогая? Была мечта уехать в Америку, встретить американского мужа. Увидела красавца. В фильмах насмотрелась, да? Конечно. С белозубой улыбкой, брюнет, голубые глаза, красавец. Пообщались по телефону, приехал в Россию. Все прекрасно, все красиво. Затем роман телефонный на 4 месяца. Он снова прилетает в Россию. Ну, честно, больше понравился все-таки белозубый американец или перспективы жить в Америке? Ну, честно, уже с задавностью. Жан. Белозубый американец. Сразил мое сердце. Брюнет, голубоглазый. У меня, правда, глаза зеленые. Ей понравилось, наверное. И вот вы, преодолев все какие-то препятствия, летите к нему в Америку. Он вас встречает. Он приехал, прилетел сюда за мной. Мы летели вместе с ним. Не разочаровались? Все так рассказывал, так и было? Да. Не хуже? Все, нет, все так же, как было на фотографиях. Выяснилось, что у него прекрасный дом, по соседству живет его мама, брат, вся родня. То как мы любим русские, да? Да. Все, как мы любим. Только у нас, у русских, если живут все, то очень близко и очень рядом, а у них все живут за городом и между домами расстояние в полтора-два километра. И если у тебя нет машины, вариантов нет. Хоть кричись и обкричись, убивать будут, никто не придет. Совершенно. Соседей не видно. Видно только, какие машины подъезжают к дому. Вообще, 38 лет прям зачет. Прекрасно, прекрасно выглядит. Почти ревную. Считаю, как она хорошо выглядит. Все прекрасно, все хорошо. Приходит дама, которая убирает дом. Дом трехэтажный, две собаки. Казалось бы, живи, пожалуйста. Для русской это. И работать, говорит, не надо тебе, Жанка. Не работай, говорит, сиди только ногти пили с утра до вечера. И потом меня в присядку встречай, когда я устала. Ковбой вернусь с работы, понимаешь? Вот вы его повстречали пару раз борщом. Борщи варить не надо, потому что у них не принято ужинать дома. Еще даже и готовить не надо. Лежи все сериальчики, смотри все, да? Именно так. И вы говорите, не хочу, не могу больше. Любимый, у вас любленный мой. На работу меня. Да, на работу меня. Хочу работать. А он говорит, нельзя, потому что нет у тебя рабочей визы. У меня нет рабочей визы. Но у меня было разрешение на проживание на три месяца. И оно подразумевало, что в течение этих трех месяцев я... Уженится на вас. Естественно. А уже тогда у вас, как говорится, будет... Можно я пока поставлю на пол, да, цветочки? Или кросски куда-нибудь? Давай я поставлю. А то у меня не вижу невесту и раздражаюсь. А я такая нервная. Тебе нравится, когда женщина будет как домашняя женщина, да? Абсолютно. Да. Понимаю. Вообще разговор о предложении руки сердца шел. Он мне сделал предложение, когда прилетел еще за мной в Россию. То есть изначально, пока мы общались, у нас уже... В общем, вы хотели пойти на работу. Он говорит, нет такой возможности. А для русской женщины нет, это значит да. Да. И вы таки устроились в ресторан? Да. Без языка? Да. Молодец. А кем? Я просто убирала со стола, стирала, ходила с тряпками. А для него, имея домработницу в доме и трехэтажный дом, не было ущемлением, что его женщина и его жена, не жена, а его женщина, убираются с столов. Чем бы жена не тешилась, лишь бы не плакала. Я бы с удовольствием жил в другой стране бы. Был мне самостоятельно. Язык проблема, да. А так бы с удовольствием перетелился. Почему в результате не с ним-то? Потому что затем рабочая виза закончилась, начали оформлять снова документы. Это уже все после свадьбы, после нашего свадебного путешествия. Американцы перепутали дату рождения. Место 5 апреля они поставили 4 мая. Оформление документов опять затянулось. И я уже больше не могла сидеть дома. Сколько можно. Даже Элли пришлось улететь на смерча от своей скуки, потому что делать было нечего. Скажите, я думала, вот такая привязанность у мальчиков к мамам только в России и в Грузии. Но оказалось, что и ваш американский возлюбленный тоже был очень сильно к маме привязан. И никуда даже в кино не ходили без мамочки. На самом деле да. Потому что родители принимали активное участие в жизни своих детей. Тем более он был единственный мальчик и две сестры. Кино, рестораны, даже свадебные путешествия. Мы везде ездили с родителями. Хочу хорошую экономию. Понимаешь? Вместе. И вот такая поддельность путевки покупать надо. А тут раз при соседнем с молодым. А потом смотри, Жанна, судя по всему, мало ест. Она не съела американская свекровь. Доела опять же за нее. Правильно? Не надо два раза заказать одно блюдо. А там вот такие вот у них. Ну, хорошо, но спальни раздельные уже. Нет, тоже, кстати. Да. Хоть это было раздельно, да. Кино с мамой это зачет. Кино с мамой это печаль. И вот вы говорите, поеду-ка я в отпуск себе в Россию, да? Приехали и думали, Господи, счастье. Такая, слава тебе, Господи, что не родила. Слава Богу, что не убил, не прибил, не искалечил и дал денег на обратную дорогу. И стала землюшку-то русскую нашу целовать и горькими селезами обливать. Да. Именно так и было. А тут Вася до боли родной алкоголя. Свой, понятливый и даже не страшно родить, Владимир. Вы рожаете от Васи алкаша. Да, но изначально, пока я не была беременна, я не знала, что он любитель алкоголя. Он не пил? Он не пил совсем. А примет никаких не было там? А стёчность по утрам или не твёрдая? Нет, он не пьёт, значит, зашит. Тебе нравится алкоголь в общей или нет? Немного. Немного? И какие алкоголы тебе нравятся? Мне нравится вина. А вот у меня вопрос. Вы не любите отдыхать в компании? Я, кстати, тоже, потому что работаю много. А, значит, получается, что когда там в Америке-то были, вот ты отдыхай себе одной прямо. Это имеется в виду необитаемый остров. С чего это вдруг вам необитаемый? Отдохнуть одной можно неделю. Ну, 10 дней. Вы как отдыхаете? Вот мне и 200 тысяч мало, а вам сколько? Ну, мне будет достаточно на двоих с сыном. С ней можно было бы поехать, конечно. Но опять-таки, если она не будет давить сильно детей на моих. Я вот на Канарских островах была. Кстати, знаешь, а ну её... Тьфу, простите уж меня, пожалуйста. Спасибо, что пригласили. Ты знаешь, я поняла, Россия правда круче. Я вас понимаю. Знаете, почему? На Канарских островах, говорят, почему они хороши? Потому что там нет половой, вот о чём ты всё время говоришь, весовой и классовой дискриминации. Побыла я там неделю и сказала, фу на вас. Я столько денег заработала, а никто не обращает внимания. Потому что лежак не могу даже купить себе это. Плюс все толстые ходят, как гусеницы. А я красотка, собственно говоря. И кому это надо? Так что и это гендерное их, это тоже плевать. Лучше я буду в России жить и классовые дискриминации. И пусть меня дискриминируют. Да, пусть, пусть. Да, пусть лежу хорошо. Как говорят, и деньги есть. И по деньгам ценят. А чё, а чё их зарабатывают, чтобы не ценили, что ли? А вы такая? Да. О! И я такая же, развернулась в России. Родные души. Жанна, а чего хотите от жизни? Я могу сказать, что вы типаж мне непонятный, потому что по вашему рассказу, судя, у вас было широчайшее поле для возможностей. По крайней мере, муж понимал любые ваши желания, вплоть до пойти работать официанткой. При этом вы говорите, любовь была к нему. Да. То есть вы отказались от почти идеальной ситуации. В пользу чего? Непонятно. Подождите. Чего хотите сейчас? Муж-то был с пониманием, но мама этого не понимала. Подождите, вы жили отдельно. Мы жили рядом. Сколько лет муж-то был? Ну, рядом и вместе. На тот момент ему было 42 года. Хорошо, а чего мама не поняла? Мама не поняла моей работы. Маме нужны были внуки. И все. Правильно, мама. Им нужна была такая... Послушайте, 42 года сыну, единственному. Мама хотела внуков, что вполне естественно. Он привез жену, поселил ее в тереме, дал ей денег, дал возможность не трудиться, не ломаться на трех работах. Рожай не хочу называть, вы для этого и ехали. Фактически из нее хотели сделать суррогатную мать. Кстати, да. Почти. А где вы сейчас живете? В своей квартире? Где? В Москве? Да. У меня своя квартира, у меня машина. Я хочу купить дачу и строить там дом. Ну, хорошо, тогда давайте. Ну, я что могу сказать. Жанка, дама у нас такая, ручку не отведет. И правильно. Если что не так, то, в принципе, меняет свои планы. И правильно говорят в народе, для умной женщины мужчина не проблема, а решение. И от балласта надо тоже освобождаться, если он начинает всю, как говорится, систему тащить ко дну. Поэтому я на вашей стороне. Нам нужен мужчина, который, пример, у вас пацан растет без отца. Именно. Значит, главное, пример хороший должен быть там. Ну, пить не купить, не пить. Ну, курить там, наверное, тоже сейчас, в принципе, все бросают. Первое. Уж не знаю, какие у него там планы должны быть. Главное, чтобы вот родственников побольше не было. Скажите, пожалуйста, вот тот самый Вася Алкач, он ребенку помогает? Нет. Он в вашей жизни не нарисуется в самый ответственный момент? Его нет. Он умер? Да. О, Господи. Сыну должен отец. Некогда искать. Нужен, обязательно. Мальчику нужен мужчина для воспитания. Оксаночка, а вы что пожелаете подружке? Я думаю, ей просто не везет. Весь опыт, который у нее был, она сделала какие-то выводы. И, я думаю, уже не совершить тех ошибок, то, что у нее были. Я сейчас просто не встретился. Она работает, она занимается ребенком, занимается спортом. Ей просто некогда искать, и негде, в принципе. Поэтому мы сюда и пришли. Надеемся встретить здесь достойного мужчину для нее. Ей нужен мужчина, который... Который впишется уже в ее готовый шаблон. Красивый, хороший шаблон, и в него нужен подходящий мужчина. А я, например, у своих подруг, которым столько жалея сейчас, как и вам, они красивые, успешные, богатые, у них и квартиры, и машины, и все хорошо, и они одинокие. Потому что время такое, что мужчины не хотят брать на себя не тошненькую ответственность. Они вообще не хотят проблем. Потому что сегодня, как женщине, которая работает и зарабатывает, легче жить одной. Потому что нравы, ну что нравы? Ну, если уж приспичило, для здоровья она всегда найдет. И мужчины также рассуждают. Поэтому вы должны чем-то таким сегодня зацепить кого-то из мужчин, чтобы он прямо сказал, знаешь, а я вот эти глаза видела во сне в девятом классе. И вот я с тех пор ищу. Поэтому будьте открыты, будьте любезны, любопытны, милы, и постарайтесь обаять. Спасибо. Я должна сказать, что гороскопически для вас ближе, конечно, российский этипаж. Это Марс, расположенный в водном знаке. То есть хочется, чтобы человек был своим по крови, своим в узнавании каждой маленькой детали культуры, которую вы можете с ним обсудить. Но при этом именно российские мужчины для вас являются самыми опасными. Тебе нравится «Двая жизнь» с детства в России? Да. Мне очень нравится. Я вам все-таки желаю найти идеального российского мужчину. Идеального для вас будет значить того, кто не будет ограничивать вашу активность. Потому что вы, как яркий овен еще и солнцем в первом доме, конечно, вам хочется творить самой, блистать, куда-то лететь, хотя бы что-то решать на свое усмотрение. Проходите, знакомьтесь с первым звуком. Спасибо. Привет, это вам. Спасибо. Меня зовут Пол. Очень приятно познакомиться с вами. Пол, 55 лет. Преподаватель в школе искусств. Гордится тем, что родился в стране настоящих ковбоев. Признается, что с первого взгляда полюбил русский балет. Предупреждает, что иногда бывает застенчив и избегает общества посторонних людей. После развода с супругой Пол был занят воспитанием своих дочерей. Когда справился с этой задачей, решил, что пора позаботиться о личном счастье. Надеяться, что с Жанной у них начнется новая жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Красавцы. Здравствуйте. У вас есть жена? У вас есть жена? Моя жена? Да. У меня нет, к сожалению. У вас сегодня есть возможность тоже встретить свою судьбу? Будьте внимательны. Вы говорите по-русски? Немного, да. Немножко, да? Но я буду говорить медленнее. Вы тоже можете себе присмотреть? О, да. Девочки. Вот почему я из детства в России. О, американец. Как у нее и был. Два раза на одни и те же в грабле. Вы воспитываете один-двух дочек? Да, у меня две дочери. Почему девочки с вами живут, а не с матерью? Ну, им сейчас 26 и 23, соответственно, они живут вместе в квартире в штате Орегон. А когда они были маленькие, то воспитывали вы их? Да, верно. После развода мне суд присудил большую часть времени. Им было 5 и 2. И, собственно, большую часть времени, примерно 5 лет, я имел право проводить с дочерьми. Потом моя жена вышла замуж, и после этого мы уже пополам стали делить время. Ну, у нее есть дочери взрослые, и похоже, что у нее запрос на женщину, с которой он сможет наслаждаться своей жизнью, а не воспитывать чужого ребенка. Я знаю, что у вас была женщина, и ей как раз не очень нравилось то, что вы столько времени отдавали воспитанию своих детей. И она даже ставила вам условия, да? Потому что она была всего на 10 лет старше одной из ваших дочерей. Да, я был рад, конечно, что дочери смогли больше проводить время с мамой, потому что они не понимали, почему они по большей части с отцом, почему отец важнее, чем мать. То есть все было очень хорошо, после этого они смогли больше проводить время с мамой, и это было для них очень хорошо. Скажите, а почему вдруг вот сейчас русская жена, почему не американка? Ну, она флектует уже. Она очень, да, много трогает волосы. Ну, знаете, русские женщины мне нравятся. В них некоторая старомодность, то, что они так привержены и верны своим мужчинам, что они образованны. И они не боятся вообще быть в роли женщины, что меня очень привлекает. Несколько наивная характеристика русских женщин. У нас, наверное, все как у них. И измены, и все такое. А, кстати, вам нравится русский балет? Мне нравится балет как форма искусства, где в основном внимание уделяется чистой красоте. Мне нравится, конечно, не атлетизм танцоров, но мне нравится и виртуозность музыки, и сама история. Спасибо. А мне нравится Адам, потому что он как киногерой сидит для меня. Абсолютный красавец. Да, потому что я тоже немножко в искусстве разбираюсь. Вы красавец. Вот для меня вы такой хрестоматийный американец. Знаете, когда, ну, рисуют, вот как выглядит, да, да, как россиянин, как американец. Голубые глаза, очень красивые. Спасибо. Нет, не за что. Это спасибо вашим родителям, маме и папе. Вы при чем здесь? Да, спасибо. Я буду говорить с ним сегодня вечером, и я буду сказать. Передайте привет от меня. Сват, конечно, поярче, более яркий такой. А у вас, скажи, милый, семья большая? Да, семья-то у меня очень большая, да. Посмотрите, у нас фотографии есть. Вау. Это мои кузены. А кто, кто тут? Братья и сестры. Да, это все мои тетушки, дядушки, дяди. И вы все за большим столом, да? Это я с дочерьми. А, вот это дочки. Мне кажется, у них будет сложности с коммуникацией. Мне кажется, что Жанна потрясающе говорит по-английски, чтобы прочувствовать тонкости языка. Кстати, может быть, это была причина, почему она вернулась. Пол, у Жанны были большие проблемы, из-за этого она вернулась из Америки в Россию, что мама ее мужа играла огромную роль в их отношениях. Вместе ходили в кино, в рестораны. За мамой было последнее слово. Как у вас будет? Или вы уже взрослый мальчик? Сами знаете, как жить. Я человек независимый, я совсем не всегда с родственниками. И это мы встречались по особому случаю, там все вместе. Потому что съехали, можно сказать, со всего мира. У меня сестра живет во Франции, брат в Канаде. А кузены по всей Америке, по США. И вот мы собрались. Ну, и с детьми, конечно. Но вообще я человек независимый. Я люблю своих родственников, но у меня своя личная жизнь. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция, либо тайна. Свидание. Я вас отправляю в комнату на целую минуту. Хорошо. Нет, 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 вы сидите. Вы сидите. Не бойтесь нас, Адам, не бойтесь. Хорошо. Да, понимаю. Hello, how long did you stay here? I've been here for two years now. For what? I teach our... What are you doing here? I work at an international school for diplomats, kids. Really? It's interesting for you? Очень. How often do you see your child? I see my girls once or twice a year. I go home in the summertime. Why did you look for a Russian wife? Just for fun? Not for fun, no, forever. I'm looking for a serious permanent relationship with a smart woman like you. Ты так смотришь на Адама, хочешь, подари ему розу из моего набора, если ты так... Адам, а чем вы занимаетесь? Адам, я дарю вам розу. О, спасибо. Хорошо. А чем вы занимаетесь? Спасибо. Да не спасибо еще. Еще. Занимаешься чем? What do you do for life? О, сейчас? В Москве? Вообще? Да. Я учитель экономики. Русский язык блестящий. Если бы я знала так английский, я бы работала у вас в Америке. Ну, помогу. Так пригласи его, женихом, что всех приглашаешь, а его что? Адам, а приходите к нам с женихом, мы вас с Женем. О. Приходите. Мы вам красивую невесту подберем. О, конечно, да. Придете? Да. Да, еще мне одну розу. Да. А это вашей маме. О. Спасибо. Хорошо. Тогда ты третий в Китае. Че, как на похороне. Ну да, тоже правильно. Я... А это вашему папе. Хорошо. Вы нам, милый, расскажи, пожалуйста. Пожалуйста. Невесту, какую тебе искать надо? Я сваха. Хорошо. Какая невеста нужна? Аэм сваха. Смаха. Смаха. Не понимаю, извините. Нет, я бы тебя бы и себе бы взяла бы. О. Да. Ну я, ладно. Какая нужна? Герл. Какая? Френд. И потом, если я понимаю, потом вы хотите знать, какую девушку мне нравится? Понимаете, да, нравится. Так она, понятно? Да. Да. Хорошо, пожалуйста. Она может не пойти, допустим, к Полу, а может пойти к вам. Покажите, пожалуйста, Пол-сюрприз. Переключились надо мы. Да, как-то. Мне кажется, сейчас его сосватывают вместо Пола. Мне кажется, Пол уже недоволен. Покажите, пожалуйста, пол-сюрприз. 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 I love you Да, мне тоже так показалось Ну, грусть, какая-то печаль, тоска в глазах есть Прям как ты его побросал-то, жизнь-то Он, наверное, еще стеснялся очень сильно Адам красавец По твоему Она красивая? Да, очень красивая Ну и как он вам? Он достаточно взрослый выглядит для меня А вы мальчик, что ли, хотели? А Адам? Адам выглядит отлично Красавец Красавец Лава Леблю Айс Да Красивый мужчина Уже как-то в 38 лет париться по поводу цвета глаз Ну, не найс, не гуд Ну, действительно, если красиво выглядит молодой человек Ну, красивый, посмотрите на него красивый Жить-то Ну, потискайте его месяц-другой А потом жить же с человеком нужно У меня виза как раз есть Да ты-то при чем здесь? Да, при чем? Ты думаешь? Может, и я нашу сгажду? Ну, тогда давай, как тебе понравился? Вот я почему люблю иностранцев Они, во-первых, для меня как инопланетяне И, во-вторых, ну, конечно, вот прямо есть и достоинства И эти же достоинства потом сразу же недостатками Достоинства С ними ругаться смысла нет Ну, он все не понимает Правда, по-первых, хорошо, потом надоедает Понимаешь? Ну, как ты ругаешься, ты чувства вкладываешь, а он нифига не понимает Понимаешь, вот это, конечно, наша ментальность А так хорошенький, чего его пригреешь Ты ему говоришь, как ты спал, ребёнок? Он говорит, цветы полил уже Она как? Моя учительница, когда я учил русский язык 20 лет назад, боже мой Я боюсь У меня нет мнения никакого, потому что я тоже ходила за американца замуж Часов 8 была замужем Прямо с Ларисой Удовиченко, с моей любимой актрисой Она у меня была свидетельницей Со свадебного стола Ушла К ней в гостиницу в Питере, всё дело было Уснули мы с ней валетом на её кровати в номере А утром стук в дверь Ой, господи Господи Ну и развелась А с ним что не так было? Знаешь, что не так? Во-первых, он был вегетарианец Ужас какой А я любила мясо И потом мне надоело зажёвывать каждый раз, чтобы он не унюхал, что я всё-таки ела мясо, понимаешь? Это раз, что... А ещё был жадный Думаю, к моим ногам бросали, блин, пароходы и самолёты, а тут вдруг... Ну ладно, если отойти от прекрасного, интересного личного опыта, правда, вот если бы не было этого, ну что бы в «Давай поженимся» обсуждали бы ещё? В тюрьме, слава тебе, господи, не сидела Вот... Слава тебе, господи Знаете, вы подошли бы Полу как типаж женщины, я считаю, что он не зря сюда пришёл, но я боюсь, что дальше вот этого второго и третьего шага может просто не случиться Это будет интересно, что это случилось, и потом я не понимаю, что случилось сейчас, и потом, по-моему, тебе будет очень хорошая отношение с ними А у нас ещё есть женихи, со вторым знакомьтесь, проходите Привет Привет Очень приятно увидеть такую яркую собеседницу, участницу нашей программы Меня зовут Сергей Спасибо Я тебе желаю, чтобы случилась та химия, которая может создать двух людей, из которой может вырасти чувство любви и интереса Спасибо Сергей, 40 лет Индивидуальный предприниматель, мечтает побывать в Боливии Гордится своим умом, спортивным телосложением, интеллигентным воспитанием и еврейским происхождением Признаётся, что страдает нарциссизмом Ни к одной из своих многочисленных избранниц Сергею так и не довелось испытать чувство любви Надеется, что Жанну он полюбит больше, чем себя Здравствуйте Шалом Шалом Здравствуйте Позвольте лица свидетельствовать Спасибо Почтение Ну какой же он нарцисс Нарцисс бы подарил себя, вы цветы, молодец Нарцисс пришёл бы с бутоньеркой в кармане, но без цветов для невесты и нас Конечно Ну, продвинутый нарцисс придёт и с бутоньеркой, и с цветами для участников программы Он индивидуальный предприниматель Девочкам только одно от тебя надо Да, может понравится ей Она такая женщина независимая Ваши проблемы в 40 лет, что вы один, потому что не способны никого полюбить от чистого сердца, от всего сердца, чтобы довести до ЗАГСа То есть у вас был какой-то сексуальный опыт, но... Ну он был не только сексуальный, он был и социальным, но так, чтобы влюбиться от чистого сердца пока не случилось И будем надеяться, что не какой-то, а вот прям опыт, правильно? Потому что какой-то опыт в 40 лет это... Ну нет, там были продолжительные периоды Самые длительные, продолжительные отношения сколько были... Два года совместного проживания и был ещё опыт 5-7 лет... Стоп, ему 40 лет и нет детей? Странно Давайте тогда вот самые такие отношения, которые у вас были яркие и длительные Познакомились с девушкой во время совместного семинара по йоге в Италии Почему не закончилось ничем? Потому что, как вы верно заметили, сердце оказалось слишком спокойным Вторая девушка Да, я думаю, что рецепт тот же самый, сердце осталось спокойным, несмотря на то, что девушка меня загадала в своих мечтах И в один из дней мы встретились в маршрутке и оказалось, что у нас были отношения на полтора года Ему не нравятся отношения, потому что он и она не любят друг друга А слушайте, мне кажется, Жанночка, Сергей просто такой хитрый Помните в джазе только девушке? Герой, который говорил Нет, я ничего не чувствую Я не способен И Мерлен просто ужиком велась вокруг него, чтобы доказать, что вот именно она сможет Мне кажется, Сергей пришёл с прицелом таким Типа, я вот 40 лет прожил, вот старый дурак, да? А так никого не смог полюбить И тут вы, я, я, я знаю секретик Возможно, что я в чём-то похож на вас В том смысле, что есть высокие требования к тому, какой уровень понимания и влечения души должен быть к партнёру А вот как раз про уровень требования Вас не смущает, что ребёнок, кстати, это входит в ваш критерий, галочку поставить относительно невеста? Как мама, а Идыш и мама как вас примет? Какие проблемы? Если я выбираю человека, это значит, что я выбираю человека таким, какой он есть Ребёнок является частью того пространства, которое человек вокруг себя создаёт А сколько будете проверять вот это вот влечение души в совокупности с телом по времени? Надеюсь, что оно может случиться быстро Не-не-не, вы нам эту ерунду-то не говорите, нет, вы ей можете говорить, нам говорить не надо, мне тем более А то через два годика скажете, всё прошло, так полюбить и не смог Срок какой? Вот, вы говорите, вот три месяца прошло, говорит, не, не туркнуло, ну, извини Вот как раз опыт показывает, что долго-то ждать не надо, потому что если туркнуло, то быстро Сколько? Я думаю, что полгода это уже много Ну, а я уже сказал Алена, Алексей, помогайте, морочит голову Сергея нам, как вы считаете? Я считаю, что не морочит Ни в коем случае, он абсолютно открытый человек А квартира есть у этого открытого человека? Есть, есть А большая квартира у вас? Ну, моя маленькая, съёмная большая Вы москвич? Да А ко мне тут идеальный ремонт приезжал Планировали сделать беседку А получился настоящий дом В эту субботу показывать будут Третьего декабря Деньги это не важно Вещи не важны Только нужно как сердце Это намного важнее, чем если у него есть очень много денег У вас осталось два бонуса Семейная традиция и скелет в шкафу Семейная традиция Это традиция перед каждым моим днём рождения Так получалось, поскольку на него собиралось всегда очень много друзей А квартира обычная стандартная Московская двушка Которая, в общем, построена неизвестно как И поэтому по факту каждый год перед моим днём рождения В квартире происходил ремонт Который заканчивался за несколько часов до прихода гостей Прямо ремонт? То есть покраска, клеили обои Клейка обоев, покраска потолка, ремонт со техники, передвижка мебели Ну что-нибудь Это ежегодно, да? Фактически это было Какие же вы непрактичные люди Все нормальные люди после визита друзей на день рождения делают ремонт Нет, они что бы нет У нас с практичностью всё хорошо А каждые обещания приносят Да Скажите, а вы не с родителями живёте? Сейчас нет, конечно Конечно нет Сюрприз приготовили? Да Покажите, пожалуйста Как он тихо по-еврейски ушёл Он совсем ушёл? Он вернёт, приготовит сюрприз А может это и есть сюрприз? Нет Да Смотри Она не ловит Угу Её глаза был Да Мне потребуется, Жанна, ваше участие Вперёд Это что? Опыты? Это не опасно Это немножко волшебства Если можно, то вот здесь Для начала, краткий экскурс Так В каждом из нас есть то, что ищет любви и её жаждет Но как в сказке про Аладдина Надо потереть колбочку, чтобы выполз тот джин, который исполняет желание счастья и любви Здесь немножко перекиси водорода и двух... Нет, это не сера Сера – это дьявольское вещество А здесь другое Здесь красота Мы посмотрим, боль мой О, мой Бог Одень очки Лучше очки одеть Техника безопасности Я предлагаю произнести формулу любви Какую-нибудь, например Пусть случится неизбежное А теперь нам только остается уповать на поведение наших сердец И выбор, который может сделать только высшая Спасибо Спасибо большое Друзья, проходите в свою комнату Ну ты дал, Серёг Белого дыма Супер, супер Белый дым, мне кажется, ей понравилось Узнаем в конце передачи Случилась ли та самая химия Оксана и Арада, вы так прямо выдохнули аж Что? Мне кажется, он подойдёт Жанне Мне тоже кажется, что Такой мужчина может заинтересовать Жанну Что внешне, что он такой активный, позитивный Жанне подойдёт Умный, яркий, спортивный Всегда что-то придумывает Всегда у него есть какие-то идеи Первое место во всём мире держат еврейские мужчины Как женихи Я за него Берём Я такой тип мужчин знаю Изменял, изменяет и будет изменять Просто под очень красивой какой-нибудь химической формулой 40 лет, ни одной морщинки И ничего не сделаешь Пока будет глаз гореть на вас А потом даже не надейтесь А я ещё твою эту мысль разверну под астрологическим углом Стрельцы с середины 70-х Это такие особенные люди Именно вот знак Стрельца Именно родившийся с 73-го по 76-й год Там Солнце в соединении с Нептуном И это люди миф Люди иллюзии Они живут в своём мире Как в коконе своеобразном Они идеалистичны Идут к прогрессу К миру Говорят о благе для окружающих Но в конечном итоге Они сами этих окружающих не очень слышат Ну ничего плохого она не сказала Они как-то налепили на тебя каких-то ярлыков И всё Но это же их ярлыки Ещё есть жених Проходите Третий Добрый вечер Добрый Рад видеть Спасибо Владимир 41 год Руководитель отдела планирования В крупной торговой сети По продаже электроники Мечтает заняться альпинизмом И объехать всю Европу Предупреждает, что воспитывает троих детей Признаётся, что часто необдуманно тратит деньги Спустя 13 лет брака Трагический случай разлучил Владимира с супругой Попытки снова найти родственную душу Так и не увенчались успехом Надеется, что с Жанной и них много общего Здравствуйте, Владимир Здравствуйте Я ничего не путаю Вам 41 год? Совершенно верно Вы выглядите очень молодо Спасибо Без вредных привычек Не пьёте, не курите? Нет Что за трагедия случилась в вашей семье? У меня жена отравилась от аллергии Смитерный случай То есть это вдовец Это вообще очень тяжело С таким человеком Всё время нужно будет соответствовать То есть у неё была на что-то аллергия? На что? На морепродукты На морепродукты И у неё отёк? Да, такие, знаете, консервированные пачечки А где это произошло? Всё дома, в ресторане? Да, в квартире У нас дома А кто был дома, кроме неё? Я и она А кто готовил? Это консервы уже были, консервированные продукты Но она же знала, что у неё аллергия на рыбу, на морепродукты? Да, знала Ну, в общем, не знаю, как так произошло Нет, послушайте Нет, послушайте Если вы, например, устроили какой-то ужин романтический И приготовили для неё салат То это одна история Где были морепродукты И которые она сразу не могла, допустим, распознать в этом салате Нет, нет, нет Я себе купила консервы Она прямо из... Но она же знала, она же не самоубийца Это трагедия Большая трагедия сейчас Ну вот она, например, знает, что если она съест что-то из морепродуктов, то она погибнет Потому что у неё будет отёк к венке, да, называется? Нет Аллергический И вот вы покупаете консервы для себя А она вдруг берёт и говорит Всё, прощайте, маменька, папенька, и ты, дорогой муж Как она, как она могла это сделать? Да сложно сейчас сказать-то, на самом деле Сложно сказать Нет, это ничего... Ну... Потому что она умерла в течение пяти минут У неё был отёк, и она в течение пяти минут Да, совершенно верно Никто не мог спасти, потому что даже и скорая помощь не приехала Ну, она приехала позже А ни следствий не было, никакого, ничего? Нет, нет, нет Вы хорошо здесь жили? Да, очень хорошо Трое детей? Да Я не понимаю, Владимир, такого быть не может Если это не было приготовлено в салате Часть вашей консервы Ариц, может, у неё прыщики раньше просто выскакивали Да, 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 раньше это более просто происходило Более сильный оказался Аллергия либо есть, либо нет Прыщики могут только во время менструации, Роза Может быть, у меня закрытое сердце, но, по крайней мере, у меня нет такого травма, как у Владимира У младшей дочери было полтора года, да? Да, совершенно верно А старше десять? Да А где старшая была в это время? Они были у бабушки все Все трое Они были все втроём у бабушки А вы вдвоём с женой Да Решили поесть смертельно опасную консерву И вы переехали жить к родителям Да В пятикомнатную квартиру У родителей девочки, ну, вашей жены покойной не было, никаких к вам претензий? Не обвиняли вас? Да нет, 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 какие претензии? У нас прекрасные отношения с тёщей И сейчас помогают родители с детьми? Да Вы уверены, что готовы к новым отношениям? Да, конечно Если человек хотел бы на отношения с девушкой, потом, это не хорошая идея, чтобы говорить об этом, ну, в премьер, первый раз, да? Можно я ещё один вопрос задам? Давай, попытай Володенька, вы мне скажите, пожалуйста А вот эта квартира, где с женой жили, там сейчас кто-то живёт? Нет, там никто не живёт Сдаёте её? Ну, да А если вы женитесь, куда приведёте? Туда же А где вы жили с женой? Намекаешь, вам не страшно будет? Ну, если всё сложится, жить в квартире, где жена, царство небесное? Страшно Страшно? Страшно Будете говорить там про дать? Давай поменяем, да, конечно Не, не сложится Она туда уже не пойдёт Она уже туда не пойдёт Она сказала, страшно Привидение, ну зачем? У вас остался один бонус, скелет в шкафу Послушаем его Давайте узнаем Ёкалом она, мамочка Я так в туалет хочу сейчас отписываю Боже мой, Роза Убирайте, это не пойдёт Чёрт вообще! Убирайте, убирайте Придурку каких-то Ой, какую ужас Я не люблю Сильба, Мужа Спасу вас Нет, нет, нет Как страшно, мамочка Какая ужасная АПЛОДИСМЕНТЫ И как выскочил прямо из-за угла Да, Иднахина, спасибо Я не могу это смотреть Просто Это ваше увлечение? Да Слушай, ну вот тот сбитый страшнее даже Потому что ещё какие-то морды инопланетян Это всё понятно, что этого не существует А вот когда такой чувак заходит с закрытым лицом и битый Вот это как раз жизнь вполне возможно И ещё когда он к тебе подкрадывается сзади Девочки, это что? Ой, какой ужас, ужас Жанна Скажите, а вы сами себе как объясняете интерес вот к страшному? А давай мы это обсудим, когда он идёт в свою комнату, а мы посплетничаем А сюрприз приготовили или это и был сюрприз? Да, это и был сюрприз Проходите в свою комнату, мы вас будем обсуждать Спасибо Но он себя в форме не держит Да Не отжимается, это видно Не удержал Он спас от каких-то мифических существ Можно мне просто вот какие-то элементарные вопросы Вот мы живём в правовом государстве, да? Я ни разу не дознаватель Я не заканчиваю юридическую никакую академию Но мне кажется, так много вопросов Как погибает человек Какой-то дурацкой нелепой смертью В это время нет детей И они, господи, прости меня, прости меня, у меня злую женщину Вот эта любовь к этим ужасам И какая-то нелепая Взрослый человек, который родил троих детей Она знает, чего делать нельзя Если это не было в салате Когда ты не знаешь, что там за ингредиенты У меня соседский мальчик приходит Ко мне, Лёлькин друг Ему нельзя, у него отёк квинки Не спасут от орехов И он мне всё время говорит Тётя Лара А если там орехи Все знают, весь район Нельзя знать, что нельзя орехи Он пока Какую-то сладость Пока он маме Ире не позвонит Он не возьмёт Потому что это страшно И вдруг взрослая женщина Мать троих детей Берёт из консерва у него Знаешь, что это Смерть Ест и в течение пяти минут умирает Всё, я больше не буду задавать них вопросы Потому что я Плохой человек, наверное Странная история Странный молодой человек Больше ничего не могу сказать Зато богатый Кому что важнее? Жанна, вы не попадайте под моё влияние Пожалуйста Пожалуйста Красавчик Потому что я Да, у меня мозги работают Совершенно по-другому И в другую сторону Ну, на самом деле, правильно Странная история Странные увлечения Ну, мне, может быть Вам это было весело Не впадайте в мою тональность Пожалуйста Я не впадаю в вашу тональность Но совершенно не разделяю его интересов Совершенно Это какое-то ребячество И детей он не воспитывает Я больше чем уверена Что воспитывает Либо его, либо её родители Поэтому он такой сидит И цветущий И ищет девушку Вместо того, чтобы заниматься детьми Чё, чё, ну вообще что Никуда не выйти Ну даёт вообще Извините меня А как ему без женщины И мамы нужна Муж, мужчина Если бы он думал о маме Он бы искал женщину постаршую Которую как минимум Есть двое детей А вы постарше И вы с ребёнком Ему 41 год А вам 38 Вы практически ровесники Так он искал бы ровесницу Либо старше Почему? Так а вы его ровесница Разница в возрасте Ни о чём Ну, мне совершенно не интересно Воспитывать троих чужих детей Я, может быть, своих ещё хочу Ой, какой ужас То есть мужчина должен воспитывать Вашего ребёнка Ну одного и троих, Ларис Ну разница в нагрузке большая А почему ж про любовь Тогда не говорите Послушай меня, Рос Дело тут не только в любви И не столько в любви Дело в том, что в России От женщины гигантские ожидания И когда вы придёте с женой Вы обязаны всё Это он даже к своим детям Может не вставать ночью А вы будете обязаны к его детям вставать А дети живут в пятикомнатной квартире С его родителями Ещё у него закрытая квартира большая Вот там в ней он и живёт Один, а дети живут с его родителями Нет, она закрытая квартира Где он жил с женой Но он просто хочет привезти женщину Которую будет стирать, гладить, убирать А почему вы так решили? Я думаю, что у него есть кто Жанночка, пробросайтесь с мужиками-то Милая моя Вон такие красавчики Быстро найдём Не могу молчать Ко мне тут кости моют Но поэтому готов Я за вас На все вопросы ответить Вы занимаетесь воспитанием своих детей? Да, конечно Ну давай, ладно, оправдывайся Давай, молоть Давай, вон Живёте Заткни вон всем это Мне не надо затыкать Я так заткну Скажите, пожалуйста Вы живёте отдельно от детей или вместе? Вместе, конечно, вместе А давайте, знаете, у нас есть доказательная база Посмотрим видео Темновато А почему ты фоткаешь? Давай Вот так Это чья мама? Ваша? Да, это моя мама, да У мамы были хорошие отношения с невесткой? Да, хорошие А для чего он это делает? Для телевидения Для какого телевидения? Будет вас в телевидении показывать Давайте, поздоровайтесь Машите рукой Ну хорошенький, смотри На вас похоже, кстати Спасибо Почему он не говорит о них до того, как он вернулся? И потом, почему он нужно вернулся, чтобы говорить об этом? Потому что, по-моему, если это было очень важно, почему это будет не первый раз? Не знаю Скажите, пожалуйста, а бывшие тещи и тесть приезжают, общаются? Да, да, мы общаемся, да У нас хорошие отношения с ним Но они приезжают в Москву, они же не в Москве живут? Нет, они в Москве живут В Москве живут? Да Но они не говорят там, давайте как-то с детьми все-таки трое Может быть сейчас к нам? Не, ну они гостят периодически там Ну хорошо, все, спасибо большое Вы уже проходите к себе А мы будем сейчас решать, кто к кому пойдет Мне кажется, для такого типа женщин Главное, чтобы ее любимый ребенок был одет, обут Все у него было самое хорошее Про себя тоже важно не забывать Ну что, девчонки, решили? Я за Сергея Я тоже за Сергея Роза? Ну, я вам в самом начале говорила, что комплект недостатков надо брать поменьше Ну и у кого проблем поменьше Ну вот, все-таки, да, Сережа, согласна У Сережи проблем меньше Значит, желание решать ваше будет больше За Сережу За Сережа Конечно, за Сергея Сергей вам вымотает нервы Потратит ваши годы Оставшиеся уже прямо вот-вот-вот-вот И не женится Потому что он такой крученный московский мальчик У которого все хорошо А Владимир слишком много вопросов А если он не хочет брать ответственность? Конечно Ну, пол, понятно, что вам не понравился Потому что выглядит страшно Адам Красавчик Адама не трогаем Жанна Вас, ваше сердце приведет в правильную комнату Нас Не слушайте В любом случае мы вас поддержим Проходите Это вы что? Давно королева-то встала тут Это Я про себя Я не о себе вам раз говорю А, из него? Нет, я про Солика Я Я Крем Между низами и верхами Я предлагаю всем выйти и поддержать Жанну К сожалению, но у нас сегодня нет пары Вам подарок очень вкусные конфеты От кондитерской фабрики «Славянка» Пусть они станут символом семейного чаепития в вашем доме «Славянка» Родное, любимое, вкусное Если вы одинокий Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, поженились Спасибо